Всем привет! С вами Оля на канале о жизни и путешествиях в Швейцарии. Сейчас у нас самый разгар лета, и мы приехали, наверное, на самый красивый пляж всей Швейцарии. Мы на озере Каумазея в кантоне Граубюн. Вот оно вот такое симпатичное, и сегодня мы попробуем в нём искупаться. К озеру довольно удобно приехать. Можно приехать либо на общественном автобусе, либо прийти пешком. От автобусной остановки даже есть вот такой вот специальный лифт, на котором можно спуститься прямо к Каумазея. А можно пройти пешком примерно 10 минут. Пляж на Каумазея, наверное, не только самый красивый во всей Швейцарии, но ещё и самый дорогой. Вход сюда стоит целых 19 франков. Несколько лет назад были большие протесты против такой высокой цены. Но проблема в том, что здесь очень много желающих покупаться, и даже за такую цену очень часто билеты нужно заказывать вперёд онлайн. Иначе здесь на месте их просто-напросто не получишь. Поэтому 19 франков, и желательно прежде чем ехать сюда, посмотреть, есть ли ещё билеты. Ну что, вот мы уже на территории пляжа. Вон там вот есть какой-то ресторан. Вот там где-то есть кабинки для переодевания. Так что идём смотреть. Можно, кстати, зайти в ресторан на какое-то там определённое количество минут бесплатно. Ну, вернее, как, платишь 5 франков за вход, но эти 5 франков учитываются в счёт еды. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну вот мы и поплавали в озере, могу рассказать про свои впечатления. Мне кажется, что это самое прозрачное озеро, в котором мне доводилось плавать. На глубине примерно 6-8 метров каждый малюсенький камешек виден на дне. Поэтому очень, конечно, приятно. Чистейшая вода. Мне безумно понравилась. А тем временем в обычно таком спокойном, тихом и размеренном Цюрихе проходит самый большой и масштабный фестиваль всей Швейцарии. Тюрифешт. Тюрифешт проходит раз в 3 года. С 90-го года совсем регулярно. И с 50-го года, когда он впервые прошел, он проходил нерегулярно. И в этом году это единственный раз, когда пауза между тремя Тюрифештами была целые 4, а не 3 года. Из-за, как вы сами догадываетесь, пандемии. Поэтому этот Тюрифешт совершенно особенный. Его ждали не 3, а целые 4 года. В это время Тюрих становится просто каким-то сумасшедшим городом. Видите, весь центр. Это сплошной такой парк развлечений, парк стритфуд. Вон, вы видите, сделали зиплайн через речку Лемат. И можно вот так перелететь через Лемат. Честно говоря, мы не особо большие любители таких фестивалей, но Тюрифешт пропустить не можем. Поэтому мы пройдемся вокруг, и я вам покажу самые интересные места Тюрифешт 2023 года. Сейчас еще утро, пока людей достаточно мало, мало пьяных людей вокруг. Все вот сцены еще закрытые. Но вот кому интересна именно такая ночная жизнь, то приходите где-то после 6, после 7 вечера. И здесь одна большая сплошная дискотека во всем Тюрихе. Вон с той стороны есть колесо обозрения. Можно тоже прокатиться. И, кстати, есть тоже довольно много разных других аттракционов. На этих фестивалях вот часто есть куча каких-то розыгрышей, бесплатных штучек, шариков, вкусняшек. Мне сразу вспоминается День Киева, где тоже много всего такое было в свое время. У меня хорошо запомнилось, я была в третьем классе. Мы были на Дне Киева, на Крещатике, где раздавали булочки пармелад. И я вот помню, как мы набрали огромное количество этих бесплатных булочек пармелад. И это был просто огромнейший праздник. Поэтому, кто вот любит вот такую всякую халяву, то можете тоже сюда приходить. Здесь такого добра достаточно. Нужно просто ходить, искать, и шоколад продают, и шарики, вернее, раздают бесплатно. И, кстати, энергетические напитки, что очень плохо. Я в пятницу вот такой вот бесплатный энергетический напиток, как выпила вечером, потом заснуть не могла. А вон, смотрите, перепуганные утята и утка в раздумьях. Что же делать, куда прятаться от вот этого сумасшествия, которое надвигается сегодня вечером. Сейчас идем с Лешей, тут рассуждаем, зачем вообще снимать видео здесь на русском и Швейцарии. Если за такие видео тебя только хейтят, все только какие-то ужасные комментарии пишут. Монетарно ты с этого тоже ничего не получаешь. Я вот с этого канала получаю там где-то 40 долларов в месяц. Зачем ты вообще все это делаешь? Ну, рационального объяснения у меня на самом деле нету. Мне просто нравится. Вот и все. Вот и объяснение моих видео на этом канале. Ну, вот масштабность всего этого фестиваля можно хорошо ощутить здесь, на Хиновизе, китайской поляне в Цюрихе. Сейчас она будет вся заставлена палатками, а вечером в ней просто невозможно будет протолкнуться, будет так много людей. Я прочитала, что на Цюрих приезжает больше двух миллионов посетителей. Я плохо себе могу это представить, потому что в Цюрихе живет всего полмиллиона людей. А два миллиона – это одна пятое всего населения Швейцарии. Можете себе представить? Но скажу честно, что когда сюда выходишь вечером, то действительно складывается впечатление, что здесь не одна пятая Швейцария, а половина Швейцарии приехала на вот этот фестиваль. Поэтому, если вы хотите прийти, особенно если у вас маленькие дети, то обязательно делайте это в первой половине дня, потому что во второй половине дня здесь, может быть, уже не очень комфортно. А здесь какие-то, в общем, соревнования проходят по водному полу на каноэ. Вот такое даже здесь есть. Все это во время Цюрихе, что... Ох, как они быстро плавают и дерутся прямо на своих каноэ. Ну вот, собственно, я же рассказывала, что лето в Швейцарии – это просто рай для различных водных видов спорта. Вот оно подтверждение, что тут я только стала снимать, и он упал в центр Цюриха, народный праздник. И здесь народ занимается различными видами водного спорта. Вот посмотрите, до чего дошел прогресс тут в Цюрихе. В общем, здесь уложили вот такую вот временную железную дорогу, временные рельсы. По этим временным рельсам вокруг озера, специально на праздник, ездит вот эта вот железная дорога. Мы спросили у сотрудника, это что, детское для детей развлечение? Он так на нас посмотрел и такой, не, ну почему для детей? Для взрослых тоже. И вот мы, собственно, видим, что очень даже взрослые здесь туристы катаются. Вот аттракцион, наконец-то, такой, на котором мне бы хотелось, на самом деле, покататься. Он, кстати, очень высокий, 80 метров. Обычно такие аттракционы ниже в других городах, на которых мы катались. Но очень большая очередь, поэтому... Нет, наверное, мы не будем стоять, у тебя все люди, которые здесь стоят, это все очередь. Поэтому нет. Где-нибудь в другом месте. Или будем стоять, Леш? Как ты? Ну, не знаю, как скажешь. Оля, посмотри. Так, я пока еще в Адеквате. Блин, это очень высоко. Ветер еще сильный. Блин! 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 Нет, все уже не страшно. А, это сейчас жаром раскрутят. Сейчас еще раз раскрутят. Сейчас еще раз раскрутят. Да. Ой, блин. Слушай, чувствуешь себя абсолютно улыбкой? Мы летаем над городом, на самом деле. Нет, на самом деле страшно, только когда он раскручивает. Видите? Блин, детям вообще не страшно. Посмотри. Все, хватит. Спускайте меня отсюда. Достаточно. Слушай, ну, слушай, ну, реально хватит даже. Хватит. Все, хватит. Все, мы выжили. Все нормально. Очень слад Sakura. Хватит. Посмотрите. Я вот, наверное, coastal, как видимости. orс Th gaining. Поехали. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok